Менять лифты в Вологде по программе капремонтов необходимо с учетом пожеланий инвалидов. С такой инициативой выступило городское отделение партии «Единая Россия». Как реализовать эту задачу сегодня обсуждали на круглом столе. Мария Поздеева подробнее. Ширина кабины чуть больше метра, ширина дверного проема не менее 80 сантиметров. Это главное требование для лифта, доступного маломобильным волокжанам. При этом инвалид-колясочник должен свободно перемещаться в пределах лифтового холла, а также иметь возможность вызвать лифт. Такие предложения сегодня озвучил заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов города Максим Выдоров на круглом столе, посвященном замене лифтов в Вологде. Его участниками стали депутаты, городские власти, представители управляющих компаний и общественных организаций. Одно из предложений направлено на инвалидов по зрению. Это в частности блок управления лифтом, чтобы кнопки, которые на этом блоке есть, были надписи на этих кнопках выполнены рельефным шрифтом и по возможности дублированы точным шрифтом Брайля, потому что для них это в первую очередь очень нужно. Сегодня в Вологде около 1200 лифтов. 15% из них требуют замены. Срок их эксплуатации больше 25 лет. Таковы итоги ревизии, которая проходила в феврале по поручению главы Вологды Евгения Шулепова. Глава потребовал тщательно проверить как техническое состояние лифтов, так и процесс их обслуживания. В планах этого года по программе капремонтов установить 39 новых подъемных устройств. При этом каждый объект должен быть удобен для инвалидов и мам с колясками, уверены участники встречи. У нас даже сейчас новые дома сдаются с учетом подъемных механизмов для инвалидов. И мы вот это должны сегодня практику посмотреть, как она внедряется. Наша задача сейчас посмотреть, чтобы и при капитальном ремонте, те дома, которые включены в программу капитального ремонта на 2016 год, проектно-смертная документация включала в себя устройство вот этих или пандуса, или подъемного механизма для инвалидов. Без внимания не оставят и вопросы безопасности. Жители, в чьих домах в этом году запланирована замена лифта по программе капремонтов, уже изъявили желание пообщаться с подрядчиками и с надзорной компанией, которая будет принимать работы. Завтра у нас будет конференция как раз со всеми ТОСами. Мы будем обсуждать этот вопрос. И мы и ассоциации территориально-общественного самоуправления, и сами ТОСы будем выходить со сметами, встречаться с жителями по ремонту лифтового оборудования. Что касается установки лифтов, удобных для маломобильных влагжан, конкретные предложения участники круглого стола передадут на обсуждение в ЗАГСобрании области, чтобы в случае одобрения внести поправки в закон. Мария Поздеева, Максим Тышковец, Вологда, Портал.